Эти летающие суда являются предметом гордости для военно-морского флота. Они буквально парят над водой и сушей, перенося на своем борту сотни бойцов, тяжелые танки и бронетранспортеры. Десантные корабли на воздушной подушке в фильме «Оружие». Применение десантных катеров на воздушной подушке признано целесообразным и весьма эффективным во всем мире. Высокая скорость движения этих судов позволяет достигать тактической внезапности. Значительно возрастают темпы высадки. Благодаря отменным амфибийным качествам можно успешно форсировать противодесантные заграждения в воде и на суше, преодолевать ледовый покров, мелководье, равнинные и заболоченные участки местности, а также проводить маневр в тактическую глубину обороны противника. Катер движется со значительным отрывом от водной поверхности, поэтому резко снижается возможность его поражения торпедами и морскими минами. С применением катеров на воздушной подушке в качестве десантно-высадочных средств уменьшаются потери десантных кораблей и транспортов. Внешние и внутренние районы их стоянки можно расположить на большом расстоянии от берега до 25-30 миль, то есть за пределами эффективной дальности стрельбы артиллерийских батарей береговой обороны противника. Такой способ десантирования называется «удар из-за горизонта». Появляются возможности свободного выбора района высадки подразделений морской пехоты. Первый шелон захвата плацдарма обычно использовалась воздушная подушка, потому что большая скорость, быстро высаживались моментально, там неоткуда появлялись, где-то из-за горизонта. Сначала, чтобы высадить морскую пехоту, работал на высадку весь флот. Вот это обрабатывались с берега, ну, по тем временам это условно, но в случае военных действий это обрабатывалось все. Все корабли работали только на высадку десанта. Поэтому берег весь обрабатывался со всех орудий и пушек, которые были на кораблях везде. Естественно, БТРы там на технике, когда высаживали сплава, то же самое. Вся стрельба, пальба шла, все это мы по берегу там обрабатывали. Десантодоступность побережья при использовании катеров на воздушной подушке возрастает с 17 до 70 процентов от общей протяженности береговой черты. Применение десантных амфибий на воздушной подушке вместе с повышением огневой мощи морской пехоты резко усиливает потенциал флота. Эти тактические соображения легли в основу следующего заказа военных конструкторам. Накопленный опыт проектирования и постройки легких катеров на воздушной подушке позволил быстро создать новый мощный корабль. Проект получил название «Джейран». Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 1232.1 «Джейран». Водоизмещение 350 тонн, длина 45 метров, ширина 19 метров. Силовая установка, два газотурбинных двигателя общей мощностью 32 тысячи лошадиных сил. Скорость до 70 узлов. Дальность плавания 300 миль. «Джейран» вошел в строй в 1970 году и в течение 15 лет являлся крупнейшим в своем классе. Мощность его силовой установки превышала мощность эскадренного миноносца времен Второй мировой войны. Вооружение состояло из двух спаренных скорострельных зенитных установок калибра 30 миллиметров. На борт корабль мог взять до 200 морских пехотинцев и два БТРа или плавающих танков. В десантно-штурмовом варианте на борту размещались четыре плавающих танка ПТ-76 и 50 морпехов. При проведении десантных операций «Джейраны» прикрывались кораблями огневой поддержки. В боевой состав Советского военно-морского флота вошло 18 десантных кораблей на воздушной подушке этого проекта. Все они были построены на ленинградском судостроительном заводе «Алмаз». По своим возможностям «Джейраны» превосходили самый крупный английский грузопассажирский корабль на воздушной подушке «Маунт-Беттен». В 1964 году в Англии возникла фирма «Бритиш Ховеркрафт Корпорейшн», которая стала крупнейшим производителем судов на воздушной подушке. В 1968 году первые 200-тонные паромы-подушечники типа «Маунт-Беттен» стали курсировать через «Ла-Манш». Они перевозили по 254 пассажира и 30 автомобилей на скорости 60 узлов. За следующие 15 лет они завоевали третью часть объема перевозок между континентальной Европой и Англией. В середине 80-х годов в серийное производство был запущен новый десантный корабль на воздушной подушке. На смену «Джейрану» пришел «Зубр». Этот корабль радикально отличается от всех предыдущих моделей. «Зубр» имеет полноценное вооружение, современную радиолокацию и водоизмещение, превышающее 500 тонн. Сегодня это самый крупный в мире корабль на воздушной подушке и самый скоростной боевой корабль. Кроме своего непосредственного назначения, также «Зубр» может производить транспортировку мин и постановку минных заграждений. Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 1232.2 «Зубр». Водоизмещение 535 тонн, длина 57 метров, ширина 25 метров, высота 22 метра. Силовая установка. Пять газотурбинных двигателей общей мощностью 50 тысяч лошадиных сил. Скорость до 60 узлов. Дальность плавания 300 миль. В натовской классификации «Зубр» получил обозначение «Поморник». Первый корабль этой серии вошел в боевой состав Советского военно-морского флота в 1988 году. До середины 90-х было построено 10 малых десантных кораблей на воздушной подушке типа «Зубр». Их боевые возможности позволяют наносить мощные удары по береговым оборонительным линиям противника. Корабль принимает 10 единиц БТР, БТР-80, либо 3 тяжелых танка, и плюс 150 человек морской пехоты. Есть вторая комплектация корабля. Если корабль не принимает техники, тогда в танковом трюме выставляются баночки, и корабль принимает 500 человек морского десанта. Силовая установка «Зубра» состоит из пяти газовых турбин. Две для подъема корабля и создания воздушной подушки, и три для движения в горизонтальной плоскости. Вооружение «Зубра» включает четыре установки зенитных управляемых ракет «Игла», две скорострельных шестиствольных артиллерийских установки АК-620 и две пусковые установки реактивной системы залпового огня калибра 140 мм. По сравнению с десантными кораблями классического типа, амфибии на воздушной подушке имеют немало преимуществ. Это гораздо более высокая скорость, высадка десанта на абсолютно любой участок побережья, возможность двигаться не только по водной поверхности, но и по заболоченной местности, по льду и даже по земле. «Зубры» и «Джейраны» могут преодолевать и береговые оборонительные заграждения. Корабли этого класса не боятся магнитных мин, эффективного противокорабельного оружия. «Магнитное поле корабля даже меньше, чем у тральщика, и для нас мины, как таково, на воздушной подушке, они не опасны. То есть мы их проскакиваем, даже не задеваем». Сегодня несколько «Зубров» находятся в составе Балтийского и Черноморского флотов Российской Федерации. Они регулярно принимают участие в учениях по высадке морского десанта, показывая неизменно отличные результаты. Кроме серии парящих десантников, советские конструкторы построили специализированный корабль огневой поддержки на воздушной подушке. Аналогов ему в мире не было. Новый проект получил обозначение 12-38 «Касатка». Этот корабль был предназначен для огневой поддержки высаживающихся войск и действовал в едином боевом порядке с десантными кораблями на воздушной подушке. Артиллерийский катер на воздушной подушке проекта 12-38 «Касатка». Водоизмещение 132 тонны. Длина 27 метров. Ширина 12 метров. Силовая установка. Два газотурбинных двигателя общей мощностью 20 тысяч лошадиных сил. Скорость 56 узлов. Дальность плавания 200 миль. На вооружении «Касатки» имелись шестиствольная 30-мм пушка, спаренный крупнокалиберный пулемет, две пусковые установки реактивной системы залпового огня калибра 140 мм. Первый корабль этого проекта был передан Советскому военно-морскому флоту в 1990 году. С развалом Советского Союза строительство кораблей типа «Касатка» было прекращено. Во времена Советского Союза десантные корабли на воздушной подушке типа «Зубр» были секретной разработкой и за рубеж не поставлялись. Иностранной публике «Зубр» был официально представлен в 1995 году на 44-м международном салоне изобретений и инноваций в Брюсселе. На этой выставке корабль был удостоен бронзовой медали. Первый договор на поставку кораблей такого класса за рубеж был подписан в январе 2000 года в Афинах. По его условиям Россия и Украина построили по два «Зубра» для военно-морских сил Греции. Сегодня корабли на воздушной подушке несут боевую службу во многих флотах мира. По заложенным в их конструкциях потенциальным возможностям они опередили свое время, и потребность в этих судах будет только возрастать. Субтитры создавал DimaTorzok